Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, и мы опять продолжаем, в общем-то, интервьюировать Лидию. Да, всем здравствуйте. Да, в чем суть? Мы сегодня хотели обсудить вот какую тему, многие у нас спрашивают, допустим, как мы пришли к психологии, особенно вот, да, у меня задают вопрос, потому что совершенно, казалось бы, ну, не совсем это моя хобби, да, вот, но и тем более интересно, как Лидия к этому пришла, потому что, ну... Ну, это пикантная тема, которую все хотят узнать, а почему психология, а как, а что, ну, то есть это же жизненно, очень правильно, вот, так кто из нас начнет? Девушек вперед, девушек вперед. Ну, это будет откровенно, начнем с того, что, ну, я родилась в неблагополучной, так скажем, семье, да, то есть у меня не было там образцов показательных родителей, любви там какой-то нереальной и так далее, то есть, ну, у нас было всякое, среднестатистическая семья, не ошибка богатая, не бедная, так скажем, но со своими нюансами, вот, и у меня было очень, у нас как-то не задалось, лет с пяти, наверное, не задалось и вообще не задавалось. Мне не принимала его семья, я была очень трудным ребенком в школе, потому что я как-то жила в своем ритме, и мне все время система хотела продавить и сделать из меня такого удобного подчиненного ребенка, а у меня характер и темперамент не давал таких возможностей людям, и я как бы отставила свои позиции, это страшно всех раздражало, и, в общем, в подростковом возрасте это дошло до таких масштабов, что мы там проводили семейные советы, все мои родственники говорили, что так нельзя себя вести, что я такой вот бессовестный ребенок, в школе у меня учителя тоже самое, там, даже к директору не раз вызывали, там, ну, короче, хулиганка я была, вот, вообще, непослушница, вот, и в один прекрасный момент моя мама сказала, говорит, Лид, ну, что-то вообще мы с тобой никак не справляемся, ты какая-то не такая, мягко говоря, это я сейчас все очень-очень сглаживаю, да, в общем, она сказала, давай, ты пойдешь к психологу, вот, и вот в 16 лет я начала ходить к психологу, продлилось это лет 8, я, кстати, очень удивляюсь, когда люди говорят, что очень быстро можно поменяться, да, то есть, ну, там, какие-то, за одну консультацию, за один тренинг, за один, ну, там, какой-то, я не знаю, волшебный пинок, и вся жизнь ваша изменится, я вот классический пример того, что рост это дело постоянное, и я себе лет 16 не нравилась вообще, то есть, вот, 6, у меня 8 лет ушло на то, чтобы я ходила к психологу, потом 6,5 лет я училась на психолога, и до сих пор я учусь, хожу, развиваюсь, и мне кажется, это бесконечный какой-то процесс, ну, на данном этапе моей жизни, мне кажется, что развиваться нужно постоянно, иначе, иначе я не знаю, для чего еще жить, то, что ты, интересно же каждый год, оглядываясь назад, смотреть, как ты вырос, да, то есть, так, я отвлеклась, да, как мы сейчас в Ницше уйдем, нет, это правильно, я, кстати, хотел даже об этом выпуск снять, саморазвитие, да, это очень верно, я согласен, я согласен, ну, не зря я, я же читал Ницше, это же вообще фанатом было одно время, лайк-репост, ну, вот, и, в общем-то, я, когда ходила к психологу, то есть, я понимала, насколько некорректно, ну, так скажем, как бы это ни звучало, моя семья, да, и общество, но мне, как ребенку, казалось, что я одинока в этом вопросе, что не было с кем-то разделить, когда это подтвердилось, и плюс еще, мне захотелось это развивать, я думаю, ну, раз уж я попала в такую ситуацию, и раз уж мне даются знания, которые помогают и упрощают мне жизнь, мне хочется делиться этими знаниями на уже более профессиональном уровне, и я пошел учиться, вот, и, соответственно, я безумно благодарна своему вузу, вот, сага, очень жалко, что, я там приветик передам, очень жалко, что они закрываются, но это единственный, мне кажется, институт, как, я проехала все самарские вузы, и Неди мне так не понравился, а там вот собрались очень крутые преподаватели, они все практики, то есть там нету теоретиков вообще, и они все очень живые, настоящие, он такой полуформальный, как мне кажется, институт, он не классический, как ПЕТ, надо, да, а все-таки там люди такого, свободного, свободного, я нашла своих. Так, в общем, вы там не с Фрейдой начинали учиться? Ну, скажем так, что у нас была, конечно, база такая, но у нас очень много практики было, вот, и на практике, я вот, я человек-практик, я теорию не люблю, ну, и люблю зубрёжку и так далее, я бежала в институт, потому что я знала, что у нас будут прямо премьеры, я садилась, и, кстати, я в школе была троечницей, вот, то есть... Я тоже! Вот, мы неудачники! Да! Все неудачники ведут Ютуб, да, понимаете, то есть, в Ютуб, когда нет просто... Вот, и в институт я летела, хотя там у меня тоже с оценком я не привязывалась, но мне так нравилось, что там можно было... Я садилась на первую парту, и прям жадность... Я и в институте вообще лучше не рассказываю. Вот, ну, мне очень нравились преподаватели, я была в них влюблена, потому что там не было абсолютно никакого давления, и вот, как сказать, вот этого программирования классического, как во всех образовательных учреждениях, где там, ты должен вот это, вот это, там, ты, там, если не выучил... У нас нет, у нас все было очень демократично, максимально, или как это даже слово демократичное подходит, ну, вообще, максимально лояльно, вот, наверное, так. И я обожала садиться на первую парту и прямо рассказывать, а как вот в этой ситуации поступать? А вот в этой, а что так, и очень круто, то есть там по максимуму опыта, и уже на последнем курсе я вписалась в тусовку коучеров, и у меня уже были клиенты, да. Это было... я прям горела. Вот. Блин, это здорово, это здорово. И сейчас горю, кстати, если не видно, у меня глазки горят. Посмотрите, вы эти прекрасные головы. Просто скоро все закончится, как бы выпуск подходит к концу, поэтому... Так, ну, о себе что? Я не буду, наверное, рассказывать о своей тоже биографии, но она очень похожа, похоже на биографию Лидии в этом плане. Мне кажется, вообще, знаешь, как люди, у которых все хорошо, они не идут психологами. Да, 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 это 100%. Как бы это все... Из них, знаешь, из них не получится от такого психолога практика, потому что, как мне кажется, индекс доверия высок тем людям, которые прошли свой определенный опыт, да, и они вышли из ситуации, вот говоря о том, что у меня там сначала с родителями не задалось, сейчас у меня отличные отношения с семьей, и как многие там тоже есть предрассудки, что психолог там не должен, ну, как сказать, свои навыки применять с близкими людьми, я говорю, блин, как это так? Ну, то есть, я для чего эти знания? Я в первую очередь пошла еще учиться, что я хотела свою жизнь выстроить гармонично, да, то есть, и как участие на психолога, я не выстрою гармоничные отношения со своей семьей, это абсурдно. Я первым делом думаю, что как раз-таки решение, когда ты решил уже проблему, ты можешь поделиться ей, то, что вот я смогла, я преодолела, и сейчас у меня все хорошо, давайте я вам покажу, как это делать, вот. Ну, я абсолютно согласен, вообще, на мой взгляд, всему нужно учиться, очень сложно сесть в машину, и если ты не знаешь, как она, да, как ей управлять, просто взять и сразу поехать. Вот, что я хотела бы сказать, ну, лично мой опыт, это я, наверное, просто вырос, я до этого не знал, что я рос именно с акцентированными такими личностями в плане патологическом, поэтому, соответственно, это сильно очень меня мотивировало, и все-таки это было начало двухтысячных, и какой-то подростковый такой возраст пришелся, и очень много детей, и ребят, которые с 90-х там... О, да, привет, 90-х. Да, и там, типа, ну, короче, все-все, вот сейчас нет такой акцентуации в сторону агрессии, а раньше приходилось в каком-то смысле подросткам выживать. Это точно. И нужно уметь хорошо общаться с людьми. Поэтому с детства, я прямо с детства, лет 14, начал интересоваться психологией, ну, так, чуть-чуть, что-то где-то какие-то книжки первые там в библиотеке случайно зацепил, типа, пришел за одним, ушел за другим. Вот, поэтому, ну, так вот, потом все, в институте, в институте уже, ну, надо сказать, большой плюс я получил такое семантическое ядро, понял, с чего изучать. Дорогие друзья, с вами был Медикал Фитнес, Кравцев Сергей, Лидия Политаева, правильно? Да, конечно. Значит, смотрите, у меня к вам просьба, такой челлендж, вот, прям, бесплатно подарю консультацию человеку, который наиболее близко опишет психотип Лидии в комментариях.